В жизни каждого государства и всего мира в целом происходит событие, беспрецедентно влияющее на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Беларусь – единственное, спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом, поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять с ним все более предметный интерес. Да и Китай серьезно рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод. Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым. Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам. И простите меня за это выражение. Доверять власти. Цель одна. Спасти страну. Сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо. Не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять и не в десять. Только в два раза. Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Чтобы пенсия была выше, будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий. Нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. За следующую пятилетку мы полностью завершим модернизацию села. Неперспективных сел в нашей стране быть не должно. Эта задача не только для государства. Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удаленные уголки начнут возрождаться, и эта инициатива найдет широкий отклик у наших граждан. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Да, пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусства бросены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии. Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту конституцию. Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации. Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержим. Сегодня уже удержите. И без меня. В этот критический, важный для страны момент вы должны точно осознать. Право на ошибку у вас, белорусы. Нет. За нами будущее. Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь. Чистая и светлая. Честная и красивая. Трудолюбивая. Немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая. А любимую не отдают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...